Всем добрый вечер. У кого вечер? У нас в Калининграде вечер. Кого утро? Доброе утро. Кого ночи? Спокойной ночи. Посмотрите меня завтра, кто меня смотрит, да? Я сегодня ездила. Сегодня такой же тёплый день. 16.33-35 градусов. Учера мы с Юлей. Со старшей были на море. Сегодня я утром отдала Тёмочку в садик. Отвела. Отвела. Поехала получать паспорт. Пришёл мой паспорт. Вот. В такую обложечку я одела свой паспорт. У меня был российский красный, синий, белый. А теперь вот в такой вот красивый, гостящий обложечек. Дальше пока с ним буду, да? Да, ну и у меня. Вот. И потом поехала... Почему я поехала? Узнала ещё там, короче, хотела забрать посылку от Яндекс. То, что, ну, и от Яндекс, от этого... От Валберес. Ну, ещё не всё пришло. Мы хотим всё забрать. То есть там ещё не пришли перчатки и серьги Лизина. Всё пришло, но у нас всё равно лежит две недели. Так что мы дожидаемся уже, когда серьги и перчатки придут. Кто-то забирает, Лиля поедет, заберёт, там у неё подружка живёт. Вот там, да, у Диа Валберес. Вот, заберёт, уже привезёт, всё покажем. Я получила паспорт. Сегодня. Вот. И просто погуляла по городу. Так, тепло. Ну, утром так хорошо, 26-27 ещё, когда Тёмочку отдала, поехала за паспорт. Паспорт получила быстро, потому что там народу мало было и не так уж много, кто получает паспорт. Вот. И потом гуляла. И сначала, когда было 26-27, нормально, но когда встала уже на 9 градусов больше. То есть от 30 по 36, это уже было просто невыносимо жарко, в теньке там уже. А на солнце вообще духа так. Завтра даже не обещает дождь. Только послезавтра гроза с громом обещает. Но всё может поменяться, это же у нас Крымградская область. И лето, конечно, у нас это жаркое. И вот, как говорят, если лето жаркое, то зима будет холодная. Эта зима у нас была тёплая. То есть, как бы, я даже в крысоках ходила всю зиму. Когда был снег, правда, сапожки я одевала, у меня были сапожки. Когда был снег, мы катались до Нового года. В ноябре он был снежный, и мы все катались на горках, конечно. Смешные дела, сапоги. А так в крысоках. Боюсь, вот то, что лето стояло, всё жаркое, да. В сентябре ещё тепло, будет 22-23. И май, и июнь. То есть, у нас вот за эти месяцы, май, июнь, июль, август начался. Прошла одна гроза. Два дождя было небольших, по 15 минут. И с трёх до шести утра была гроза, ливень был. То есть, вот ливень один прошёл за три месяца почти. Всё, какая зима лютая будет, наверное, морозная, да, 15 градусов, да. А у нас ещё влажность, и это будет почти как 30 градусов. Представляете, как уход. Я не выдерживаю июлочки. Пониженное давление, она почти в жаре как бы, да, у неё оно плохо становится. А мне при холоде. Для меня лучше, вот, жаркости не ломит, да. То есть, как бы, ну вот, так вот, жарко. Так вот, я вот смотрю на Судакова в Турции, она говорит, 35-40. Я говорю, да мне хоть каждый день был вот так вот. И каждый день я походила так же, как и на Судакова на эту, на море. Просто это постоянно надо ездить, как бы, да. И ездить только лето надо. Вот. А здесь пошёл от дома, как бы, да. И самая холодная погода, это 15 градусов. То есть, зимы-то практически в Турции нет. А на основном, как. Ну, всё равно, это не север, где я жила. Всё равно здесь намного, конечно, теплее. Я этому рада, что в Калининграде всё равно, как бы, теплее, чем... Потому что в Мурманске вот стояла тоже аномальная жара. Что-то везде, как бы, там было до 32, что ли, вот это буквально на днях. Это в конце июля. Вот. А сейчас уже август, и уже, говорит, пошли... Я не знаю, там знакомый пишет тоже, как он блогер. Всё, говорит, это самое. Пошли дожди, Оля, говорит, это самое. Ветра 15-14 градусов. То есть, потихоньку, по августе, на севере. В Мурманске наступает осень. Вот, у нас осень только в конце сентября, да. Ну, в том году у нас, кстати, вот 28 августа было тепло, очень тепло было. А 2... 3-4 сентября уже минус... Ой, минус. Уже до минуса... Допустим, это же у меня всё минус. Да, плюс 12, то есть было 28-30 и до плюс 12-13. Уже купаться невозможно было, всё, уже было холодно. И 20-го сентября уже была осень. Вообще плюс 5, что ли, было даже, или плюс 4. Вот так было холодно. В этом году ещё 20-22 в сентябре будет. То есть, вот, май, июнь, июля, август, сентябрь будет тёпло. Вот, и только осень начнёт у нас в октябре. Ну, может быть, в конце сентября, да, там. Вот. Сегодня я ещё, как получила паспорт, я же неделю назад договорилась сделать Юле Лили детскую карту Тинькофф. К ней, оказывается, подъехала девочка. Мы договорились сюда, но, как я была в городе, мы договорились, я говорю, пока я в городе, давайте встретимся. Мы встретились там возле южного вокзала. Девочка была на машине, я залезла машину. К этой детской карте прилагалась моя, кажется, Тинькофф Блэк, и её на Тинькофф Джунир детская, да, на её фамилию, она же папина фамилия, и моя на мою фамилию, то есть имена у меня, да. Вот. И мы скачали, как бы, Тинькофф, где я вижу свою карту, дочину карту, да. Вот. И там, когда она скачала, тоже я пришла, она скачала карту, дала ей карту. Есть такие интересные, она сама предложила, кстати, задания. У меня же плохо, у нас, как бы, где-то убирается, говорит, мама говорит, это сам, здесь есть задание, говорит, и награда за задание. Вот дай мне задание, я написала, помыть посуду. Это будет стоить 20 рублей, ну, так вот, примерно, да, потому что работает там много же, как бы, да, там по 20, по 25, уже там 150, 200 будет каждый день, если это, то тоже в копеечку. Ну, вот, помыть посуду, 20 рублей, пошла в садик за Артёма. А, сфотографировать. Когда сфотографируешься, отошлёшь, тогда мне пришло введомление, что ребёнок выполнил вашу работу, прислал нам фото, ждёт вознаграждения. Я сразу свои карты перевела, между своими счетами, получается, слили дочки, да, получили, как между своими счетами. Вот. Мне пишет, столько-то минус, столько у вас осталось, столько-то вот у неё было, столько вот у неё получилось. Большое спасибо, как бы, ей пришло, как бы, вот, получили награду. Ну, хорошо, сама предложила, ну, и почему бы мне по те же 20 рублей, я говорю, где-то пол помыть, там, по 20 рублей, где-то это, и уже 100-150 в день, через день, ну, нормально. Почему бы нет, пускай, наверное, как бы, ну, зарабатывает это как награда. Я думаю, что он вот это сделал. Ну, хотя бы так, и сама, тем более, предложила. Вот. В эту субботу, ну, то, что вот тогда, Жимин папа отдыхал со своей, и привез, кстати, мне шашлык, мне вчера. А я пришла, он говорит, вот, я вам шашлычок привез, я говорю, спасибо. Я думаю, ну, мог бы, как бы, заморачиваться, но как это, говорит, вам не привезти. То есть, всё равно, как бы, у нас отношения такие близкие, дружеские. Вот. У нас там шашлычок и это самое. И сказала, говорит, тогда, говорит, ну, давай, говорит, на море, говорит, 30 июля сейчас поедешь, а в субботу мы съездим. Ну, просто у него очень плохие воспоминания с Пионерском. Мне там говорила, что да, я знаю, почему не хочется ехать на море, но и они были ещё не только в Пионерском, вообще на море я его не буду, пока у него там немножко, ещё тяжело на душе везти. А в эту субботу просто он свободный, и мы хотим сходить на карьер. Будет так же тепло, 29 градусов. Сходить на карьер. Юлечка приедет. То есть я, папа Алексея, мой бывший, да, Тёма, Лилия, Юля, как бы, да, вот, в пятером сходить на карьер. Покупаться, поддыхать, позагорать так же. Где-то после обеда, чтобы солнышко вот, ну, по крайней мере, до 12 часов солнце очень опасно. Я когда загораю, я сгораю, у меня болят и ноги, и руки, вот, за час. После часа, вот, я вот, 4 часа загорала на море, как бы, да, то есть я, три раза, мы гнались, и бы, загорали, и ничего. Вот, я загорела, у меня ничего не болит. Ничего, за 4 часа. Хотя кремом не мазалось. Я боялась, что я загорю, и будет всё болеть, но ничего, вот, после 12 как-то солнце не такое опасное. Хотя и надо сразу, ну, как бы, крем мазать. Так что в субботу пойдёмся на карьер. А в среду, в среду, ну, ещё через 3 дня, после выходной, мы хотим пойти, у нас в кинотеатре открывается, от 3 августа, баба Ига спасает мир. Ну, типа, вот, мы богатырь. Матрёк хочет там игру скачать, я ему всегда говорю, это когда папа свободен. Я не понимаю этих играх. Скачивать я не умею, к сожалению, игры. И вот хотим сходить... Хорошо, играйся. Хотим сходить на бабы Ига спасает мир, как, ну, типа, сказки, да, вот, как вот это, русский богатырь. С Еленой Яковлевой, там, да, как бы, это сам Джаба, там, это, вот, типа, такого с 3 августа у нас. И вот смотрели в среду 23-го по 200 рублей билет на 11 с копейками, 12 там. Ну, хотим пораньше сходить, потому что он как раз будет в городе. Мы подъедем в 11 часов. С Лилией, может ли, не поедем? Может, я говорю, как бы, сходим. Мы ходили только на Чебурашку в январе. То есть уже, как бы, 8 месяцев никто не ходили, да? Тогда мы еще вместе жили. Да, апреля месяца. Так вот, им понравилось. Говорит, надо почаще ходить. И 8 месяцев потом у нас разлад. Сейчас мы друзья, говорю, надо сходить на эту сказку. И потом уже с работы приедем сюда. Он побудет, отдохнет до вечера, там, да, полшестого и полшестого. Пойдем за Темночкой, как бы, и заберем, да, с садика приведем. И Темночка поиграется с папой. Ну, как обычно, вечером поужинаем вместе, как бы, да, приведемся с Темночкой и с ним вместе время. И спать опять-то работу. У него этот месяц полностью, 3 дня работает и день отдыхает. Вот такие у нас дела.